топовый гардероб подписывайся на телеграм-канал салон красоты ссылка в закрепе бывшая солистка группы ленинград алиса вокс призналась в youtube шоу изнанка женщины что режиссер максим демченко приставал к ней когда она снималась в популярном сериале про школьников оба же это жесткая история я ее ненавижу так что на несколько лет просто вычеркнул из памяти главный режиссер максим демченко в какой-то момент пригласил меня на дачу в составе большой компании все это происходило при моей маме такая легкая беседа мне тогда было 17 ему около 40 женат не знаю как мама могла ничего не заподозрить закончилось все плачевно ночью провожая меня в комнату этот человек лег со мной на кровать и сказал ты можешь меня приласкать а потом придушивая подушкой заставил удовлетворять его вручную это было ужасно я попросила его не трогать меня потому что я девственница это меня спасло откровенно рассказала певица также вокз заявила что она не единственная кто пострадал от домогательств режиссера артистка утверждает что в жизни демченко подобных историй на счету много некоторые даже доходили до изнасилования сейчас когда я предала свою беду огласке мне открылась страшная картина сначала ты думаешь что одна прошла через это а потом появляется вторая девочка 3 5 10 таких случаев очень много и есть истории пострашнее моей мы собрали групповой чат пострадавших и сейчас будем добиваться проверки в отношении демченко по моему эпизоду срок давности истек прошло более 15 лет поэтому заявление мы будем подавать по случаю с другой девочкой рассказала экс-солистка ленинграда та самая пострадавшая тоже решила поделиться своей историей по просьбе девушки создатели проекта не стали показывать ее лицо и называть имя в 2006 году когда мне было 17 лет демченко меня изнасиловал все произошло на той же даче куда он привез меня под вымышленным предлогом максим иванович преподавал у нас в университете снимал сериал он постоянно подвозил студентов спар на съемки и обратно в этом не было ничего подозрительного когда я поняла что должно произойти я попыталась вырваться но он продолжал с напором срывал с меня одежду я не могла убежать призналась она после случившегося юная актриса ни с кем не разговаривала перестала посещать университет дошло до того что за прогулы ее вызвали в деканат где и рассказала всю правду после проверки демченко был уволен из высшего учебного заведения и не смог продолжить съемки сериала но до правоохранительных органов этот случай к сожалению тогда так и не довели отметила в свою очередь вокс сейчас актрисы обыж наняли адвоката и собираются в ближайшее время подать заявление в полицию чтобы привлечь максима демченко к уголовной ответственности также девушки хотят добиться возмещения морального вреда сам режиссер никак не комментирует скандальное заявление и продолжает снимать фильмы и сериалы топовый гардероб подписывайся на телеграм-канал салон красоты ссылка в закрепе